Приветствую любителей газотурбинной тяги. Хорошие новости у нас. Будем начинать сборку движка обратно. Вот это всё надо собрать воедино как-то и чтоб оно работало. Причем придется выкинуть кое-что лишнее. Новый подшипник такой найти нереально. Ему уже конец. Но мы сделаем бессепараторный вариант и удалось найти новые шарики. И это какая-то роскошь. Они абсолютно такого же диаметра, как нам надо и они станут взамен вот этих. Представьте, эти шары крутились с бешеной скоростью. Наверное, тысяч 30 оборотов они видели в таком состоянии. Это луна просто, просто луна в кратерах. Кольца тоже не сказать, что в супер хорошем состоянии. Но какие есть, других нет, будем использовать эти. Как-то же они выдерживали, тем более, что сейчас шариков будет значительно больше. Что с этим двигателем в итоге получится, даже я не знаю. Будет чисто импровизация. Как раз это же лишнее, надо один убрать. Так, но это уже не может не радовать. Классная вещь получается. Подшипник как новый. Форсунка будет брызгать масляцы прямо на шарики. И ничто не помешает этому процессу. Узел собран. Получилось вообще восхитительно. Шарики просто поют относительно того, как было раньше. Теперь получается шарики даже не попадают на те вот ржавые места. То есть каждый шарик приржавел к своему месту. И когда проворачивалось, они попадали одновременно в одни и те же лунки ржавые. Сейчас шариков больше и они уже попадают по очереди в ржавые лунки. И в итоге даже мягче стало вращаться. Этот узел собран. Все прекрасно, но нужно двигаться дальше. Так как мы полностью ликвидируем свободные турбины. Вообще-то хотелось бы и сопловые аппараты ликвидировать. Но пока жалко их выпиливать. Пока принято решение оставить. Корпус уже заварен. Варится очень плохо металл. Но с помощью присадки хостилой получилось сделать. Не знаю, насколько это надежно. Но вообще-то обычно ничего не растрескивается после этой присадки. Потому что она для того и создана, чтобы делать такие сложные сварные швы. Теперь, ребята, наша с вами задача вместо удаленной турбины сделать проставку. Потому что вот там вот пустое место получается. А газы раскаленные будут присутствовать. Они будут вырываться и попадать в зону подшипникового узла. В общем попадать в холодную зону. Что не очень хорошо. Будут лишний раз греть нам и так горячий двигатель. Сейчас будет грандиозная токарка. Не нашел ничего лучшего, как взять вот эту колванку. Сталь 20хн 3а. Не знаю, что это значит, но сталь хорошая, по всей видимости, как и вся моя сталь. Я просто плохую не беру обычно на металлоломах, а потом мучаюсь. Да и у нас на металлолом плохую не выкидывают. В общем пошла такая ручка опять на канале. Надо же. Какая роскошь. Надо бы наверное зацентроваться. Музыка имеет ширину 7 миллиметров. Музыка имеет ширину 7 миллиметров. Музыка не беру освобод. Какая来лаicie. Музыка. 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 Музыка нет. Музыка нет. Подшипники стали на свое место, крутится вполне мягко. Это очень хорошо. Всё по новой, Миша, всё по новой. Ребятам будем показывать? Ребятам? Да. Как мы запускаем? Да. Они хотят? Если запускать, надо ребятам всё показывать. Говорят, я тут хайплюсь. Может не хайпится, ничего не показывать. Тихушного давать себе там в гараже. Самые непростые гайки. Штаны давай, штаны одевать. Настало время штанов. У меня какие-то глаза безумные. Итак, у нас уже всё готово. Произвели даже кое-какие усовершенствования. Подал воздух в лабиринт и масло ещё дополнительно подал в подшипник. И сделали наклон газотурбинного, а точнее турбореактивного двигателя. Наклон нужен, чтобы лучше всё работало, потому что работает оно неправильно и чтобы масло лучше стекало к этому подшипнику, сделали такой наклон. По этой трубе будет дополнительно подаваться воздух с компрессора и охлаждать горячую часть. Этого раньше не было. Здесь по-прежнему отбито. Не усовершенствовали. Но это всё потому, что мы сейчас собрались стартовать, ребята. Не вытерпели. Очень хочется попробовать его чуть-чуть. А потом будем продолжать усовершенствовать, потому что есть кое-какие планы на него. Но опять же, если всё пройдет нормально. Здесь вот тоже я добавил трубочку и пустил воздух в лабиринт. Надеюсь, он там не потеряется. Значит, вот тебе лист инконнеля, это чтобы защитить внутреннюю плоть. Экипироваться надо обязательно. Ну а как? Как раз тут дыр-то у меня. Ну вот. Нормально, да? Мы же топим за безопасность. Всё, будем сейчас стартовать. Это такая маленькая подготовка. Двигатель серьёзный и он теперь не газотурбинный, а турбореактивный. Правда, сопла ещё нет и сделали, но сделаем. Потяжелел. Главное делать прокрутку, пока мы ничего не открываем. Потом включать на поле. Поехали… Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Еще будем пробовать? Давай. Попробую теряться побольше. Мне кажется, это страшно. Может удлиним? Сейчас трубка комит. Не в этом дело. Страшно спалить. Пробуем еще раз. Тогда будешь держать баллон, а я буду манипулировать. Тогда я смогу вообще четко все делать. Окей? Окей. Окей. Ага. Окей. 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 Что-то я не понял, а что это было вообще? Откуда столько много этого? Что-то мы с тобой... Чем больше топим за безопасность, тем хуже у нас это получается. Что за дела? Нет, надо топить обязательно. Ребята, получается как-то натекло очень много масла в камеру сгорания. Где-то у нас там неплотности адские. И вообще надо это дело сливать, чтобы такого не повторялось. Я даже не знаю, что делать. Может сейчас дырочку маленькую просверлить? Может из-за того, что мы заткнули все дырки, слишком продавливает туда масло теперь? Надо открыть одну дырку, наверное. Газ удлинили. Так, ну пробую вот сейчас я. Давай переворачиваем. Давай переворачиваем. Время переворачиваем. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот сейчас, ребята, оно реально страшно, потому что оно стало как минимум в три раза громче и страшно ему даже давать сколько бы то ни было мощностные обороты. Мы вот где-то на пределе его раскручивали, на пределе малого газа, а больше чуть даешь уже нереально страшно. Но так все работает. Масло подается, топливо подается, движок работает, выходит в режим. Не знаю, спалили мы там, что не спалили, не видно. То есть первые запуски были какие-то непонятные. И получается приходится довольно таки долго его раскручивать. Сразу он как-то не хочет стартовать. Раньше лучше было, если честно. Видно, где-то зазоры увеличились. Хотя вот, понимаете, без свободных турбин он должен лучше стартовать на самом деле. Ну вот как-то так. Честно вам признаюсь, не знаю, что делать дальше. Была одна задумка. Но сейчас что-то как-то очень страшно ее реализовывать. Надо подумать. Ночь полежать, подумать, поприкидывать, решаться, не решаться на это дело. Ну а с этим видео всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всё, всем пока, до новых встреч.